Доктор Кайзер Доктор Кайзер Доктор Кайзер За слова, что пишет Павел в 1 Коринфянам 6 главе Ни блудники, ни прелюбодеи, ни гомосексуалисты, ни другие подобные Не войдут в Царство Божье Но, говорит Павел, такими были некоторые из вас Вы поняли, что говорит Павел, то есть были и получили освобождение И в этом радостная весть Она помогает нам в этих и без того вполне ясных вещах Библия, безусловно, нравоучительная книга Наполненная этическими нормами И Бог хочет, чтобы мы жили иначе Потому что Он свят То есть каким должен быть человек в этом всем окружении Свят Как и Господь Бог наш свят Есть Левитам 18, 19, 20 главы Около 50 раз Будьте святы Как? Мы можем дискутировать на тему, что означает святость Но мы должны понимать суть Как говорит Матфея, 5 глава, 48 стих Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный Так что означает совершен То есть соответствует человеку Божьему Спасибо А как вы можете ответить на тенденции постмодернизма среди молодых людей Когда объективная истина становится невозможной А постулируется субъективная истина Жесткие нравственные стандарты, что хорошо, что плохо, теряют свою актуальность Потому что в рамках постмодернизма мы видим достаточно гибкое мировоззрение С самоопределением жизненных ценностей Да, мы видим изменения, конечно, не в каждой области Например, заходя в магазин Нам приходится считаться с тем, что видим на ценниках И если нам скажут, ну, это где-то 5-6 стоит Мы возмутимся К порядку, пожалуйста Так что тут проявятся объективные критерии Я думаю, в постмодернизме мы видим поколение, стремящееся к избирательности Избирательности в вопросах нравственности, этики, избирательности в доктринах, избирательном образе жизни И все это для того, чтобы увести от святости Божьей Или совершенства Ишуа Я был на семинаре в 1960-м Он входил в требования на стипендию Первую стипендию, которую я получил До того, как я поступил в университет Брэндайса Еврейские университеты, Массачусетские в Штатах Так вот, там были художники 25 нас, которые хотели от университета годовой оплаты за обучение И пять художников, которые развернули холсты Два с половиной на три метра перед нами на той конференции А напоследок был один молодой человек с маленьким мольбертом Возле которого как раз развернулась дискуссия Но кто-то, рассуждая именно о нем, сказал «Это моя любимая картина» Это была 18 на 20, довольно мрачная картина Черные, коричневые, пурпурные цвета и вихри повсюду Думаю, это был некий импрессионизм И кто-то спросил «Как ее название?» А он ответил «Я не хочу ей давать имя, это ее испортит» «Но как мне тогда рассказать о ней на кампусе?» «Ну, у меня мысль есть, скажи просто...» «И...» Это то, что я чувствую внутри, что представлял себе А кто-то другой сказал «Я вообще с этим не согласен, я думаю, что ты чувствовал черную бездну Расходящуюся тьму, сходящую на горы, как ночь И он ответил «Да, это то, что я и думал» И его спросили «Тогда расскажи, а как ты это написал?» И это интересно, потому что он сказал «Я нарисовал это так» И дальше сказал «Когда я нарисовал, я отошел от нее и увидел, что это мне ни о чем не говорит» «Я сказал, но я же разумный, смысл должен быть, надо дорисовать ее до конца» «Вы готовы?» Он действительно это сказал Этот парень, преподававший в Кальвинской семинарии Он сказал «Тогда я перевернул ее вверх тормашками, отошел назад и увидел «Вот то, что я хотел сказать» То есть изображение само стало как бы отцом для человека, являющегося по сути изображением Божьим Художник, сотворенный по образу Божьего, с его дарами и способностями Но для поиска сути его же картины переворачивает все вверх тормашками Вот как я вижу постмодернизм Постмодернизм – это эдакий перевертыш вверх тормашками И почему? Потому что это мятеж, восстание против истины То есть восстание против Бога Подобное восстание мы видим и против еврейского народа Из-за его связи с Богом Хорошо, аминь Последний вопрос от Леона Какова природа веры? Позвольте объяснить Новый Завет призывает людей к вере Когда люди говорят, мы должны верить в наши ситуации Вера для исцеления, вера в ответы на молитвы Скажите, как нам следует понимать это с библейской точки зрения? Призыв к вере Есть целый ряд идиом взаимосвязанных с верой Это обращение к Богу в первую очередь Но это не вся полнота веры, только ее начало Еврейское слово Тшува То есть Бог пытается дать нам И тут я связанным английским языком Чува В правильном направлении Возвращение назад к Богу Это эквивалентного заветного слова покаяния Метамиламая, метанойя Или апострифу Которые все говорят об обращении Захария, 1 глава 3 стих говорит Не будьте такими, как отцы ваши Которым взывали прежде бывшие пророки Говоря Все бывшие пророки Ну и Малахия Все бывшие пророки говорили Покайтесь Обратитесь То есть он объединяет 16 правивших пророков Если не брать ранних пророков Одним словом Чув Обернитесь И затем происходит работа Божья во Христе И мы зависим от Мессии Приходящего и отдающего свою жизнь Как искупление и замещение Кепер Это слово в основном может означать Четыре разных понятия Лев Город Капернаум А также денежный выкуп И в данном случае это слово означает Неживотное Для зверя-льва существует еще много слов Также речь не идет о городе Или деревне Но это замещение Выкуп Оплата Деньги То есть Господь Пришел и отдал Самого себя В качестве замещения Выкупа И если мы устремимся к нему Доверимся ему Будем наречены Праведными его И в этом суть оправдания Это судебное решение Постановление закона Изданного Богом Судьей О том, что это дело закрыто То есть вера начинается с обращения Вера начинается с покаяния Вера исключает работу Кого-либо другого Вместо Мессии И приводит она К делам веры Ибо вера без дел Мертва Доверия и послушание Ради праведности Других путей нет Все Аминь Ну а что касается веры В ответ на молитву Я думаю Тут работает Такая же теология Мне нравится Старая Крастих Английских F-A-I-T-H Faith Вера Соответствует По первым буквам Словам Оставив все Я беру его И в молитве Это означает Оставить Все остальное Значимое В первую очередь Мы зависим Не от врачей Не от больницы Я завишу От живого Бога Если его Не будет в этом деле Они могут Приложить Весь свой Высококвалифицированный Труд Но все будет Впустую Потому что Там Не было Бога Ну что ж Доктор Кайзер Мы действительно Счастливы Что у вас была Возможность Побыть с нами И записать Такое насыщенное Интервью И мы надеемся Что ваше пребывание В Израиле Будет плодотворным И будет Определенное Богословское Влияние На тех людей Которые вокруг Спасибо вам Также Это привилегие Для меня честь Быть здесь И я Использую Каждую возможность Которая у меня Выдается И у нас Есть группа Людей Содружества По изучению Библии Из 40 Разных стран У нас есть 500 Тысячи Изучений Гниги Откровения Например В Библии В этом году И От Австралии Африки Азии И Соединенных Штатов Америки Канады Происходит Учеба И Есть Две Группы И Вообще-то Даже Четыре Группы Которые Несколько раз в году Прилетают сюда Это группа От 50 До 90 Лет Так что Жизнь начинается В 80 Ну да Наверное Да Мессианский центр Возвращенный На Сион Из Израиля Ставит перед собой Цель Рассказать Израилю О мессианстве Иешуа А также Передать Свежее послание Из Сиона Присоединяйтесь К нам И следите За нашими Обновлениями На сайте www.gazisdefismedia.tv Продолжение следует...